Сегодня мы продолжаем читать книгу Бытия, Божьи повествования о разных людях, чья жизнь, я уверен, призвана научить нас очень многому наставить, показать, предостеречь. И сегодня мы будем говорить об Иосифе. История Якова продолжается, продолжается в его детях. Многое из чего ему пришлось столкнуться, оно будет повторяться в его детях, мы это увидим. И вот Иосиф, человек, о котором в Библии очень много места уделяется. Я думаю, что его история одна из самых замечательных в Ветхом Завете, необыкновенных, глубоких, красивых, истории его жизни. И я уверен, что Бог не просто так выделяет нам этого человека из всех других детей, его историю из всех других историй. Я уверен, что если бы не было этой истории, мы бы меньше знали Бога, меньше понимали Божьи суверенитеты и то, как Бог действует на этой земле, в жизнях людей. История Иосифа интересная история, потому что, вы знаете, это был человек, о котором в Библии, ну, я не вижу, вот, читая его историю, прочитав его историю не раз, я не видел какого-то такого осознанного греха, чтобы сотворил этот человек, чтобы вот где-то даже вот подчеркивалось какие-то его недостатки. Я сдуваю, что они у него были, вот, но Библия как-то вообще их не подчеркивает, и нигде даже не показывает, это очень редкость. Обычно Библия всегда достаточно, ну, как бы сбалансировано показывает Божьих людей, она показывает их слабые, сильные стороны. Вот у Иосифа, вот, наверное, кроме вот первого этого эпизода, который мы будем читать, вот вообще не придраться ни к чему. Это был человек, который, куда бы его жизнь не закидывала, он был, знаете, в какое бы болото, в воду там, да, грязь его туда, он был как этот теннисный шарик, его все время оттуда вытаскивало. Понимаете, вот он вылазил, и вылазил победителем, выходил победителем из ситуации. В какое бы окружение он ни попадал, в этом окружении все делалось так, чтобы он шел наверх. Попадал он там в дом Патифара, или потом в тюрьму он попал, попал он в Египет, к этому, к фараону. Но через какое-то время он сразу же поднимался там на самые высокие позиции, которые можно было иметь в том месте. И это тоже все не случайно. Мы мечтаем в своей жизни о росте, мы мечтаем в своей жизни о карьерном где-то росте, мы хотим быть людьми влияния, мы хотим, чтобы перед нами открывались какие-то новые двери. Бог открывал, Бог нас продвигал. Я думаю, изучая историю Иосифа, мы можем увидеть определенные качества тех людей, которых продвигает Бог по жизни. Если ты хочешь быть человеком, которого Бог поднимает вверх, вот читай историю Иосифа, изучай его жизнь. Интересно, что в этой истории, которую мы будем читать, Бога практически не видно. Вот нету каких-то таких зримых, такого зримого Божьего вторжения, чтобы там Бог море раздвинул, там знамения показал, огонь с неба послал, ангелы бы там приходили кому-то, что-то говорили. И даже само слово Бог очень мало употребляется в этом, ну вот повествовании об Иосифе. Но мы будем видеть Бога за сценой всех событий. Своей невидимой рукой Он все управляет, раздвигает, расставляет на свои места. Он использует обычных людей, Он использует разные жизненные ситуации. И так все соединять, чтобы в конце концов исполнилось то, что Он наметил исполнить в жизни Иосифа. И вообще в жизни семьи Иакова и Божьего народа, который фактически вырос из этой семьи. История детей Иакова – это история зарождения израильской нации. Мы видим, как эта нация зарождалась. Мы видим, что эта нация, она попадает в результате Иса Иосифа, попадает в Египет. И еще Бог через его прадеда Авраама сказал, пророчество Авраама однажды, вот Бытие, 15 глава, что знай точно, 13-14 стих, что потомство твое будет скитаться на земле сей, и будет там рабами, и будут страдать 400 лет, но Я произведу суд над народом, которому они пойдут служить. И после этого выйдут они оттуда с большим имуществом. То есть, еще когда не было Иосифа, вот еще, я не знаю, Яков родился в это время или нет, ну вот, не помню уже, да, Авраам, Авраам у Бога получил это слово, слово о будущем, да, о будущем вот своей семьи, своего народа, что он однажды перейдет в Египет. И там вот было 400 лет, и вернуться оттуда с большим имуществом. Мы видим, как в этой истории, мы видим, насколько кризисной была семья Якова, насколько она продолжала, можно сказать, где-то деградировать. И может быть, именно из-за того, что она сама, знающая Бога, встречающаяся с Богом, видящая чудеса Божьи, в этой семье много в ком царствовал грех, люди позволяли этому греху быть, Яков ничего не мог с этим сделать, да. Может быть, это одна из причин, почему Богу пришлось на 400 лет, фактически поместить эту семью в Египет, а потом еще на 40 лет поместить их в пустыню, да, прежде чем вернуть в обитованную землю. И мы читаем потом, как Господь во второзаконии говорил, что я вас вел в пустыне, я вас в Египте, да, я воспитал манны, чтобы смирить вас, чтобы показать вам самим, что есть в вашем сердце, да, чтобы вы увидели, чтобы вы осознали, поменялись. Вы знаете, что все эти истории, на самом деле, они тоже призваны не то, чтобы показать, что было в сердце Иакова, его сыновей. Я уверен, что эти истории, они также призваны показать нам, что есть в нашем сердце. И мудрый человек, изучая историю Божьих людей, о которых Бог говорит в Библии, он будет из этой истории делать выводы, он будет как-то сравнивать, соизмерять с собой, а вот я вот в этой истории, как бы себя повел, а что бы я делал бы, а как бы я реагировал, а на кого я больше похож в этой истории. И размышляя, да, соизмеряя с собой, мы можем где-то меняться, да. Если не будем меняться, наша жизнь будет нас учить, но мы все равно будем меняться. Если мы избраны Господом, Господь избрал, призвал нас. Мы видим историю Иакова, мы видим историю его братьев Иосифа, мы видим, как каждый из них реагирует на трудности в жизни. Вы знаете, очень часто, когда мы сталкиваемся с трудностями и потом себя ведем неадекватно, например, там, бунтуем, ропщим, кричим, проявляем недовольство, часто мы видим причину всего в других людях. Вот. Иногда человек лгет другим, верующие могут очень легко лгать, обманывают, воруют, там, грешат в разуме, там, да. И часто они, когда эти вещи происходят, вот я замечаю, что, ну, мы такие же люди, как и в Ветхом Завете, знаете, как та же Ева, Адам, которые вот согрешили, Бог сказал, что ты делаешь вообще, да. Нам так, мы так склонны к тому, чтобы причину своих неправильных поступков, своих поведений видеть в ком-то другом, да. Вот они, вот он, вот Бог, ты мне дал такую жену или там еще кого-то. Поэтому я себя так веду. На самом-то деле наши поступки в неправильных, ну, в трудных обстоятельствах, может быть, греховные реакции, которые есть, они призваны показать нам, что в нас есть внутри. И если мы ропщим, бунтуем, грешим, ненавидим, проявляем, делаем какие-то греховные вещи, это не потому, что кто-то виноват, а потому, что это в нас живет на самом-то деле. И это надо понять, это надо признать и покаяться в этом, и сказать, Господь, дай мне силы победить это в своей жизни. Это есть в моей душе эгоизм, лень, обман, надежда на себя, на свои силы, на свой разум, равнодушие. Помоги мне, Господи, избавиться от этого. Никогда никого не вини других людей за свои неправильные поступки. Всегда лучше каяться самому. Просить у Бога прощения и силы, и обновляться. Может быть, Бог позволил этим людям прийти в твою жизнь, раздражать тебя, создавать такие проблемы, чтобы вот эту вот внутреннюю грязь, чтобы она вышла на свободу. И ты смог очиститься, нежели просто ты бы с этим жил всю свою жизнь, потом еще неизвестно, куда попал бы после смерти. Итак, мы начинаем эту историю. Бытие 37, с первого стиха. Яков жил в земле странствования отца, в земле Хананской. И вот житие Якова. Иосиф 17 лет. Так ему было 17 лет. Кому 17 лет, вот можете представить себе, что мог испытать Иосиф вот в этой истории. Знаете, мы когда читаем эту историю, нам уже, кто ее слышал, видел, в воскресной школе ее изучали, фильм может смотреть, потрясающий фильм «Жизнь Иосифа», посмотрите, в интернете его можно скачать. Уже когда ты его знаешь, историю как бы читаешь, она уже не так эмоционально переживается, как если бы, вот представьте себе, ведь он и все его братья, и все, кто в этой истории присутствуют, они ее переживали вот в режиме онлайн, вот сразу в таком, ну, в реальности, не зная, каким будет следующий шаг, не зная, что с ним будет завтра, но они испытывали реальные чувства от всего того, что происходит. И так Иосифу было 17 лет, он паскот вместе с братьями своими, будучи отроком, с сыновьями Вала, с сыновьями Зелфи, с женами отца своего, и доводил Иосиф худые о них слухи до отца их. Израиль же любил Иосифа больше всех сыновей своих, потому что он был, это был сын старости его, и сделал ему разноцветные одежды. И увидели братья его, что отец их любит больше всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. И так мы видим, да, дисфункциональную семью, мы видим проблемные отношения между детьми, все это следствие, знаете, проблемных отношений между женами. У Иакова было 4 жены, никогда не будет счастливой жизни тех, у кого 4 жены. Вот, это однозначно. И вот мы видим проблемы, и мы видим здесь фаворитизм, мы видим, что отец любит больше Иосифа. И вот интересно, что он не сделал выводы из своего собственного детства, когда он жил в детстве, он жил вместе со своим братом Иаков, жил с Исавом, и написано, отец любил Исава больше, чем Иакова. Понимаете? И он знал, что такое чувствовать себя в семье, где папа любит брата больше, чем меня. И вот он, знаете, не сделал эти выводы, вот не разобрался с кризисами своего детства, не разобрался со своими ранами своего детства. И тот, кто не разобрался с этими ранами, он может эти раны, такие же вещи потом повторять в своей жизни дальше. И вот он, да, он проявляет любовь к Иосифу больше, да, он надевает его в дорогущую одежду того времени, такую одежду, в разноцветные одежды, это была царская одежда вообще, да, то есть это была самая богатая одежда, которую вот можно было купить в самых дорогих бутиках, магазинах, да, если там остальных детей, там китайский ширпотреб там какой-то вот такой, да, то тут вот от Гуччи там, я не знаю, какие там бренды были того времени, вот он надевал. И братья это все видели, да, они видели такое отношение папы. И более того, вот здесь написано, что он доводил худые слухи о том, что делали братья. Я не знаю, как вы к этому относитесь, как молодежь к этому относится, да, когда кто-то кому-то доносит худые слухи о том, что делают другие люди, да. И некоторые служения боятся иметь детей пастора в своих служениях, потому что дети, по-моему, рассказывают, папа спрашивает вообще, что там происходит, вот. И потом начинаются давления, гонения. И вот он рассказывал о худых слухах, да, правильно он это делал или нет, как вы думаете? Видите, даже здесь у нас разделились мнения. Правильный ответ, да и нет. Да, нет. Смотря какие слухи. Смотря с каким сердцем. Тоже, кстати, хорошая, да, мысль. Я не знаю, знаете, Библия не говорит здесь, что конкретного он говорил, и с каким это сердцем. Но то слово, которое худые слухи, да, в иврите, это слово, которое означает, что плохие вещи, которые вот происходили с ними, то есть то, что они делали неправильного, это не были просто худые слухи, то есть какие-то неправильные информации. То есть это была информация о неправильных вещах, о злых делах, которые делали братья. И, но, можно, да, по-разному относиться к тому, что он делал. Может быть, я подразумеваю, знаете, когда вот братья хотели город вырезать, вот недавно мы читали историю в Сихем, они вырезали, да, вот не написано, что Иосиф рассказал об этом отцу своему, да. Может быть, он видел, чем заканчивается, когда ты знаешь что-то, но ты не поделился с этим, к чему это может привести. Я думаю, что это нормально, когда мы видим, что, понимаете, есть грех от того, что ты что-то делаешь плохое, а есть грех от того, что ты не делаешь ничего. Или ты молчишь, ты видишь беззаконие, ты видишь какие-то неправильные вещи, и ты остановишься, ты остаешься равнодушным к этому, да. От этого могут, ситуация может еще хуже развиваться, и проблемы еще больше могут создаваться здесь. Я думаю, что Иосифом не двигало здесь желание унизить братьев своих. Я думаю, исходя из жизни Иосифа, смотря на его характер, я вижу в Иосифе очень богобоязненного человека, который боялся греха, который бежал от греха, который ненавидел грех. Ему противно было, всякие неправильные вещи или поступки, да. Он искал Бога, он общался, Бог с ним разговаривал глубоко. И я думаю, что ему не нравились вещи, не нравились, куда двигаются братья, да, с каким сердцем они живут, что они делают. Он рассказывал об этом отцу, не желая их унизить, а желая помочь отцу в том, чтобы каким-то образом влиять на своих детей, влиять на свою семью. Он же не другим кому-то рассказывал. Он рассказывал тем, кто был над этими людьми, тем, кто мог реально повлиять на их жизнь. Они-то его не слушали, он для них не был никаким авторитетом. Но братья его ненавидели, ненавидели за это. На их системе ценностей он был предателем, он был крысой, которого нельзя принимать, которого надо отвергать и так далее. И вот еще тут добавилась одежда, которую, знаете, папа тут о нем столько ему дает, покупает, а этим не дает, не покупает, и все, знаете, обида. Хотя, знаете, уже этим детям было под 40 лет с лишним. То есть это уже не дети были, понимаете? То есть это уже были... Пока родители живы все равно, да. То есть иногда, понимаете, люди в 40 лет могут так же завидовать, так же расстраиваться, так же ненавидеть. Если с какими-то вещами мы не разбираемся, понимаете, вот человек не разобрался с завистью. Он и в 60 лет будет завистником. Понимаете, с этими вещами нужно в своей жизни разбираться. Чем раньше ты разберешься, тем меньше ты шишек на голове получишь. Тем меньше проблем головной боли у тебя будет в жизни. Чем выше тебя может поднять Господь. Нам кажется, что вот я живу, вот в моих мыслях какие-то там вот зависть, непрощение, недовольство, бунт, ну, обман, лицемерие. Это ничего, я же никому ничего плохого не делаю. На самом-то деле ты сам себе плохое делаешь. Ты сам себе на шею петлю вешаешь. Ты сам себя перед собой выстраиваешь стену, через которую ты не можешь пройти. Между собой Богом выстраиваешь потолок, который ты молишься, а молитвы не идут туда наверх. С этими вещами надо разбираться в своей жизни. Это все мысли, они материализуются. Мы увидим, как здесь ненависть, с которой они не разобрались. Вот это неудовлетворение, да, зависть к своему брату. Они не разобрались с этими мыслями. Оно привело к тому, что они готовы были убить его. А за что убить? Он что, изнасиловал их там? Украл у них что-то? Несправедливость? Стукачей не любят, да? Все в комплексе. И увидел Иосиф в сон и рассказал братьям своим. Тут еще сон добавился, понимаете? Одно дело одежда, другое дело рассказывать, а тут еще сон. И рассказал братьям своим. А они возненавидели его еще больше за это. Не рассказывайте всем свои сны. Или то, что Бог открывает вам о вашей жизни. Не всем это надо говорить. И сказал им, выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля. И вот мой сноп встал. И стал прямо. А вот ваши снопы встали кругом и поклонились моему стопу. И сказали ему братьям, неужели ты будешь старствовать над нами? Неужели ты будешь владеть нами? И возненавидели еще более за сны его и за слова его. И видел он еще другой сон. И рассказал его братьям своим, говоря, вот я видел еще один сон. Солнце, луна и 11 звезд поклоняются мне. Я не знаю, как, конечно, звезды могут поклоняться, что он там видел во сне. Но 11 звезд, у него было 11 братьев, да, и этот самый солнце, луна. Это вот папа и мама был прообраз. Там все сразу все поняли. Понимаете? Да, все были сразу, смогли столковать этот сон. Кстати, видите, как сны приходят. Они часто приходят как символы. Они не всегда приходят как что-то такое вот, ну, может быть, как реально. Но Бог может говорить нам через символы. Надо уметь понимать, трактовать эти символы. И он сказал отцу своему и братьям своим, и побронил его отец его, и сказал, что это за сон, который ты видел. Неужели я и мать твоя, скорее всего, Ревека еще жила в тот момент времени. И жил еще их дед Исаак, потому что здесь писание больше так тематически расположено. Еще Иаков не похоронил своего отца и Ревеку в этот момент времени. Вот, что и мать твоя, и твои братья придем и поклонимся тебе до земли. Братья его досадали на него. А отец все-таки заметил это слово. Отец, вот хоть ему не нравилось, что Иосиф рассказывает, но он это слово для себя сохранил. Потому что однажды он тоже видел сон, когда он убегал от своего отца. И в этом сне он видел лестницу в небо идущую. И Бог, который говорил с ним, он понимает, что Бог говорит через сны. И здесь, видите, сон повторяется два раза. Мы потом увидим, что Бог дал фараону два сна разных, но они имели похожий смысл. И когда два похожих сна происходят по смыслу, скорее всего, это точно, это 100% говорит Бог. Поэтому Иосиф уже не мог молчать, он делился этими сновидениями. Но было, наверное, не мудрость делиться с теми, кто его и так уже не принимал, не любил, ненавидел. А это еще больше вызвало ненависти со стороны братьев. Если Ребекка, знаете, когда она получила от Бога откровение, что младший будет над старшими господствовать, то она прилагала все усилия, знаете, готова была мужа своего обмануть, подставить ситуацию, обмануть своего сына, чтобы только вот исполнить то, что она увидела вот в этом, ну, то есть в это откровение от Бога. То здесь братья, понимая, что, скорее всего, здесь что-то необычное, они наоборот, мы увидим, их желания были совершенно противоположными, желаниями Ребеки. И они потом сказали, что вот мы сейчас посмотрим, да, сновидец, что с тобой будет, да, вот. Исполнится это или не исполнится, да, и такой план разработали. И они думали разработать план, который остановит Божий план. А в итоге их план стал исполнением Божьего плана, да. Может, хорошо, что рассказал. Вот и подумайте, понимаете, сон стал триггером всех остальных событий. Триггером ненависти, триггером вот того, что отец потерял своего сына, братья предали, готовы были убить своего брата, вот. Но в то же самое время этот сон, он стал, вот откуда этот сон, понимаете, вот. Точнее, просто так сон пришел. Этот сон дал Господь, и Бог уже заранее видел, как все будет происходить, и что будет происходить. Подумайте немножко, посмотрите, насколько суверенный Бог. Видите, нам кажется, Божьи пути, это все вот, человек, если он идет Божьими путями, его жизнь должна быть очень гладкая, без проблем, без катастроф, без потрясений, без предательств, без эмоциональных переживаний, без физического абьюза, там, и так далее. Вот, все, что было, ну, это все было у Иосифа. Каким мы представляем нашего Господа, да, какими путями он ведет каждого из нас. Понимаете, скрытая Божья рука, вот, понимаете, здесь люди творят грехи, вот, у Бога есть свои планы, у людей есть свои планы, люди творят грехи, но Бог, Он настолько суверенен и всемогущ, что Он может свои планы брать, и даже используя человеческий грех, привести к тому, что все равно все довести до той точки, которую Он хочет, чтобы произошло. И Бог не зависит от того, насколько сильные люди, насколько сильные обстоятельства, насколько страшна ненависть кого-то, или тот ужасный ров, в который Он упал. Мы будем говорить о нем дальше. Бог способен, Бог суверенен, Бог всемогущ. Говорит ли к нам Бог сегодня во снах? Говорит ли к вам Бог сегодня во снах? Есть ли какие-то сны, которые оставляют тебе впечатление? Вот ты заснул, а этот сон послевкусие остается. Скорее всего, это сон, в который Бог что-то делает, Он что-то тебе пытается донести, что-то пытается рассказать, показать. Не обязательно это будущее. Сны пророческие, божьи сны, не обязательно они должны открывать будущее. Они могут открывать твое сердце, они могут показать тебе твою систему ценностей, что для тебя главное, где твое сокровище, кому ты поклоняешься в своей жизни, за кем ты идешь, с кем ты живешь. Что сегодня нам говорит Бог во снах? Читайте книжку про сновидение. Книжки у нас есть в библиотеке, хорошие книги, которые учат, и семинары есть хорошие, христианские, о том, как трактовать сны. И братья же, его написано, пошли пасти скот отца своего в Сихем. Смотрите, отец жил в Хараме, братья пошли скот на север в Сихе, в то место, в которое вырезали они всех людей. Помните, весь город вырезали. И они оттуда бежали, потому что боялись ненависти. Но в то же самое время, почему-то они пошли туда пасти скот в тот момент времени. Я не знаю почему, что их туда двигало. Может быть, отношения с теми людьми, с теми племенами, у которых у них были. Что они вообще там вытворяли, быть так далеко от дома. 60 километров, это очень далеко на самом деле. Тут миоры, из Новополоцка пойти. Вот там, чтобы Иосиф не дошел. Возможно, они творили какие-то злые дела. Может быть, они обманывали своего отца. Может быть, они обворовывали своего отца. А Иосиф об этом рассказывал им. Я не знаю, что происходило. Ну вот, они поселили в Сихеме и сказал Израиль Иосифу. Отец, опять-таки, да, все начинается. Отец посылает своего сына. Отец посылает своего сына. Говорит, пойди навести братьев. Они там посут в Сихеме. Пойди, я пошлю тебя к ним. Почему он его одного послал? Он же знал уже, что они, братья, ненавидят его. Послать в такое далекое расстание. Можно было любого слугу послать. Вот тоже провидение Божие. Мы видим, как оно работает через то желание отца. Иди навести своих братьев. Как, я думаю, отец потом еще десятилетия после этого себя конил или обвинял, осуждал, что почему я его послал туда. Можно было кого угодно послать. Зачем Иосифа я послал? Пойди, посмотри, здоровы ли братья, целы ли скот, принеси мне ответ. И послали его из долины Херонской. И пришел он в Сихем. И нашел его некто блуждающим в поле. И спросил его тот человек, что ты ищешь? А он сказал, я ищу братьев моих. Скажи мне, где они пасут? И сказал тот человек, они ушли отсюда. И я слышал, что они говорили, пойдем в Дафан. Двафана еще было на 20 километров дальше на север. То есть, это уже было 80 километров от Харан. Ну, пойди в Дафан. И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Дафане. Вот интересно, да, смотрите, зачем здесь про этого прохожего идет речь, казалось бы. Зачем Богу нужно пару стихов в Библии рассказывать о каком-то прохожем, которого увидел Иосиф, поговорил с ним, да, и потом ушел. Я думаю, эта история также говорит о том, что здесь тоже Бог события так направляет, что он даже этого прохожего посылает навстречу. Знаете, даже прохожие люди, он даже сам не понимал этот прохожий, что он оказался на этом перекрестке. А вот если бы его не было там, Иосиф бы не нашел их, пошел бы куда-нибудь в другое место бы, да. Чуть-чуть в другой город пошел бы, в другую сторону, еще бы там, я не знаю, неделю бы мы искал бы своих братьев. А может, был это ангел. Блуждающий, да. И в Дафан. Дафан, это город, переводится с иврита, два колодца, двойной колодец. И в Дафан это то место, где, если мы будем потом читать, в Ветхом Завете была история, когда Елисей со своим слугой был окружен войсками, которые пришли, там был этот пророк, они его хотели взять, и там этот Гиезий, он там боялся и говорил, Господи, вот что вот сейчас нас всех убьют. А Елисей ему говорит, слушай, ну, с нами больше того, кого с ними, там, да. Елисей помолился и открыл глаза ему, глаза ему видел, как много ангелов окружали его в тот момент времени. Вот я не знаю, если бы Бог открыл глаза в этот момент Иосифа, он увидел вообще, что на самом-то деле его ангелы тоже окружали в этот момент времени. Но этих видений не было у него. Итак, Отец посылает. Это все, знаете, когда читаешь историю, смотришь так много параллелей с Иисусом Христом. Господь, Отец посылает Сына Своего на эту землю. Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Так сказано было о Христе. И увидели его издали, братья, 18 стих, прежде нежели он приблизился к ним, и стали умышлять против него, чтобы убить его. Когда Иисус пришел, то уже начал творить Божье дело, собралась уже группа людей, которые начали замышлять, как бы его убить. И сказали друг другу, вот идет сновидец, да, специалист по снам, вот, пойдем теперь и убьем его. Представляете себе, братья, вот они сидят, видят издалека, красивая одежда, яркая, да, навстречу, движется, вот идет этот сновидец. Нашел все-таки нас. Пришел, чтобы посмотреть, что мы тут делаем, чтобы потом папе рассказать. Вот идет сновидец, пойдем теперь, убьем его, бросим в какой-нибудь ров и скажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из его сна. Вот мы увидим, от Бога это или нет, от Бога там, да. Проэкспериментируем, да, вот убьем, воскреснет или не воскреснет. И сказал ему Рувим, не проливайте крови, бросьте его лучше в ров, который в пустыне, а руки на него не налагайте. Лучшее, конечно, желание. Там ров вот эти, там было два колодца больших, и один из них уже был без воды. Колодца тогда вырывались очень глубокие, и из них очень трудно было выбраться человеку самостоятельно. Он лучше говорил, лучше вы туда бросьте, пусть он там подыхает. Вот такой, знаете, гуманист. Да, не проливайте крови. Сиен говорил, чтобы избавить от руки их и возвратить его к отцу его, да, когда пришел к братьям своему, когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосиф одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем. Я не знаю, что в это время они испытывали, я не знаю, что в это время испытывал Иосиф. Вот представьте себе, да, вот 19 мужиков, 10 мужиков на тебя навалились, это твои братья, ну вот, что было в их глазах, какая ненависть была в их глазах, ну вот. Какие, возможно, они его били, вот, плевали в него, они знают, что они ему говорили, да, они сорвали эту одежду с него, да. Они сняли с него эту одежду со Христа, помните, тоже сняли дорогущую одежду, да. И бросили его в ров, который в пустыне. Ров же тот был пуст, воды в нем не было. И сели они есть хлеб. Прекрасно, знаете. Вот, наверное, хлеб он им принес, да, вот еду. Вот, мы сейчас тут покушаем пирожные, булочки, вот он нам принес от папы, а он там стонет внизу, он кричит, он умоляет, Симеон там, Леви, братья мои, что я вам сделал такого, к чему вы так ко мне относитесь, простите меня там, да, если я что-то, я не знаю, что он там им говорил, да, вытащите меня отсюда, мне холодно, у него сняли одежду, возможно, он там голым лежал, понимаете, в этой яме, там холодно было, сыро, холодно, грязно. Как можно вот есть еду спокойно, знаете, вот твой брат родной сейчас вот страдает, здесь стонет, а они спокойно кушают бутерброды. Насколько может быть равнодушие среди верующих даже людей. Это не были не неверующие люди, они поклонялись Богу вместе с отцом на жертвенника, они слышали все истории, они умели, они молились Богу по-своему, как могли, а атеистов в то время не было, понимаете, все были верующие. Они, и вот, и вот они сели есть хлеб, и взглянув, увидели, идет из Галлада караван из Малитян. Опять мы видим суверенный Божий план, смотрите, а если бы этот караван шел чуть-чуть километр левее или километр правее, а если бы этот караван начал двигаться на день раньше или на пару дней позже. Понимаете? Представьте себе, ведь этот караван двинулся вот не из соседней деревни, он, возможно, уже тоже неделями где-то двигался, он мог где-то остановиться на день-день больше, задержаться. Да, то есть, эти все события Бог включил, много вещей, вот они включились и включались одновременно, и Бог, вот Он их направляет. Даже неверующие люди, они являются участниками исполнения Божьего плана. И вот они идут. Вы видели, вот из Галлада идет караван из Маллитян, и верблюды несут стераксу, бальзам, ладан, вот они отвезут это в Египет. И сказал Иуду братьям своим, что польза, если мы убьем брата нашего и скроем кровь. То есть, не вопрос, что польза, убьем или не убьем, а здесь вот, ну, лучше продать его, хоть заработаем на этом, понимаете, вот, насколько на, вот, вот система ценностей, они считали его недостойным жизни, они считали его, там, ябеда, я не знаю, кем они бы считали, там, да, каким-то, вот он, ну, то есть, в его, в их системе, в их системе ценностей, он занимал очень низкую планку, да, стукачок, но при этом, вот убить брата, это нормально, то есть, убрать стукача, это лучше, чем быть стукачом, да, то есть, это более праведное дело, справедливость восстановили. И сказал Иуда братьям своим, что польза, да, что мы убьем брата нашего, скроем кровь его, пойдем, продадим его измолитянам, а руки наши, да, не будут на нем, ибо это брат наш, плоть наша, ну, и братья его послушались, и когда приходили купцы мадиамские, вытащили Иосифа изорва и продали Иосифа измолитянам за 20 серебряников, вот Иисуса за 30 продали, да, серебряников, и они отвели Иосифа в Египет. Рувим же пришел опять к Орву, и вот нету Иосифа во Рве, разодрал он одежды свои, и возвратился к братьям своим и сказал, отрока нет, куда я денусь. Вот такая вот история, да. Старший был Рувим, он как раз переспал накануне, мы читали, с одной из жен своего отца, и он был ненавистным отца, возможно, знаете, вот как он совершил такой грех против отца, отец уже не хотел, чтобы первенство передавалось Рувиму, а следующие с Рувимом братья, они отвечали за эту резню в Сихеме, и возможно, им тоже отец не хотел передавать первенство, возможно, он хотел передать первенство Иосифу, поэтому он его так одевал, он выделял его одеждой, потому что остальные дети, сыновья, это были дети уже наложниц, может быть, он хотел таким образом подчеркнуть первенство в их семье, мы не знаем до конца вот всего того, что творилось в сердце Иакова, но тем не менее, мы видим здесь зависть, видим здесь зависть, мы видим здесь неприязнь, мы видим здесь ненависть по отношению к брату, вы понимаете, что вот Иисус сказал, некоторые люди вот считают, что вот я никого не убил, поэтому я никого, то есть я безгрешный, там, да, ли я ни у кого ни, ни это самое, ничего не забрал, там, да, поэтому я не вор, а ведь Иисус, помните, Он сказал в Нагорной проповеди, что тот, кто ненавидит брата своего, тот есть человек и убийца, то есть Иисус поставил знак равенства, то есть человек просто ненавидит, он не выносит других людей, он позволяет чувству ненависти жить в себе, чувству отвержения других людей, вот, нет, человек противен, он позволяет вот этим мыслям противным быть лучше, смотри себя, ну, вот, он не разбирается с ним, тем более, а это был брат-то его, Иисус сказал, кто посмотрел на женщину с вожделением, кто позволяет в своем разуме фантазировать, сексуальной фантазии иметь, тот уже то же самое, это равнозначно, прелюбодействует. В любом случае, да, Библия говорит, не завидуй, не завидуй, это очень серьезно, это заповедь Божия, да, не желай того, что есть у твоего соседа, у брата, у свата, у кого угодно, вот, победить зависть в себе, вот это злорадство, знаете, завистливый человек, он злорадливый будет еще, знаете, если вот человеку, которому он завидует, что-то происходит, внутри такая вот радость, да, соседа корова сдохла, мелочи приятные, нам надо разбираться с этими чувствами, однажды про одного монаха рассказывали, он себе выбрал самую ужасную келью в монастыре, самую холодную, самую страшную, отказал себе от многих пищи вкусной, вот он только самую такую простую вот ел, и напитки тоже отказался, только воду пил, вот настолько, знаете, как себя, чтобы только вот такой аскетический образ жизни, я рассказываю такую притчу, что приходили к нему бесы, пытались его совратить, пытались его за собой вести, и он не шел за ними никак, ни в какую, они все приходили к сатане и говорили, слушай, ну не можем мы его взять, этого монаха, вот, что бы мы ни пытались, что бы мы ни делали, что бы ни говорили, но никак Так он на нас внимания не обращает и не хочет нас слушать. Говорит, посмотрите на меня, я вам сейчас покажу мастер-класс. Подходит к нему и на ухо шепчет, ты знаешь, друг, а твой брат, который как раз вот ничего не отказывался, живет в хорошей келье, питается хорошим епископом стал. Вот. Вот и все. И попался тот монах. Да, попался на эту удочку. А? Он сказал, он реформатором станет. Ну вот такая вот история, да, кому мы завидуем. Мы иногда сами не знаем, кому мы завидуем, ребят. Мы иногда и сами не знаем, что будет, если вот мы попадем туда, куда мы хотим попасть или будем иметь то, что мы хотим иметь. Тоже такая, знаете, сказка есть. Встречаются две слезинки в реке. Одна, другая говорит, а ты откуда? Я говорю, а я слеза вот той женщины, которой ушел муж. А другая слеза говорит. А ты откуда? Он говорит, а я слеза той женщины, которой он пришел. Десятка. Десятка, да. Не знаю, понимаете. Я к тому, что надо разбираться со своими желаниями, неправильными мыслями. Ребята, мышление – это то, из чего наша жизнь потом будет складываться. Наши мысли будут материализоваться. Если мы позволять будем греховным мыслям в нас пребывать, они могут очень много проблем создать в нашей жизни. Лучше на уровне мысли разбираться с грехами. И взял одежду Иосифа, написано, и закололи козла, и выморали одежду кровью, и послали разноцветную одежду, и доставили к отцу своему, и сказали, мы нашли ее, посмотри, не отца его одежда. Помните в свое время Иаков? Он использовал одежду своего брата Исаава, чтобы обмануть отца. Он использовал тоже козленка, там надо было убить козленка, приготовить еду, чтобы обмануть отца. И вот братья здесь тоже самое делают. Смотрите, Иаков пожинает то, что он сеет. Почему нельзя грешить? Я учу своих детей. Ребята, если ты будешь обманывать, тебя будут обманывать другие люди. Это будут жесткие подставы. Если ты что-то своруешь, у тебя будут воровать. Если ты будешь делать какие-то неправильные вещи, это все назад вернется в твою жизнь. И это может еще и приумножиться, и быть больше. При этом Бог будет тебя любить. Бог будет с тобою, Бог будет тебя благословлять. Ты его сын, но он будет тебя учить таким вот образом. Если ты будешь лицемерить, с тобой будут лицемерить. Лучше этого не делать, потому что Божьи законы, у них нету, знаете, любимчиков. Вот с одними, на одних они действуют, на других не действуют. Сорока давности, да. Закон сей нежатвы может остановить только покаяние, настоящее раскаяние перед Богом. За то, что произошло. Осуждение этого греха в себе. И узнал он, и сказал, что одежда сына моего, хищенный зверь съела его, верная, растерзан Иосиф, и разодрал Иаков одежды свои, разложил в ретищи на чесла свои, и оплакивал сына своего многие дни. Фактически он оплакивал до самой новости, пока он не узнал, что он жив. А это десятилетие. То есть он жил в обмане. То есть его обманули, и этот обман влиял на протяжении многих лет в его жизни, на его душевное состояние. Он почувствовал, возможно, на себе, что его отец чувствовал, и другой брат, когда его обманули. И собрали все сыны, и дочи, и утешать его, но не могли утешить и сказать, уж с печали сойду я к сыну моему в преисподнюю. И оплакивал его отец. Амадия-Нитяне же продали его в Египте по Тифару, царедворцу фараонову, начальнику тела хранителей. А там все только начинается. Да. Вот так заканчивается эта глава. Так заканчивается эта глава. Веснинский астерский катехезис, это такое, знаете, собрание вероучений, протестантская такая вот основа. Она говорит, Божье дело провидения, это его святое, мудрое, могущественное сохранение и управление всеми его созданиями и всеми их действиями. Это есть Божье провидение, это управление и сохранение своими созданиями, их действиями. Бог участвует. Бог, Божье провидение, оно сегодня так же работает в жизни верующих людей, как в жизни Иосифа. Она работает и в нашей жизни. Понимаете, конечно бы, если бы Иосиф видел всю картинку паззлов в своей жизни, ему, наверное, было бы легче во всех этих этапах. Хотя Бог, смотрите, его подсказывал. Я думаю, что те сны, которые видел Иосиф, они были в первую очередь для него. Они были для него, чтобы его поддержать, чтобы ему сказать, что Бог под контролем, все закончится, закончится даже, ты не представляешь, как хорошо. Но вот, Бог его поддерживал, Бог ему, ну, заранее предупреждал, готовил его к этому. Но у него еще это всей картинки не было. И у нас тоже, знаете, всей картинки в нашей жизни паззлов нет. Вот. У нас есть просто разные маленькие такие кусочки паззлов, мы их пытаемся складывать, даже что-то получается, мы до конца не поймем, а что там стоит за всем. Но в конце концов, в конце жизни он увидел эту картину. И потом он сказал своим братьям в 50 главе, что вы знаете, что вот вы замышляли против меня зло, а Бог, он сумел это все обернуть в добро. Любой из нас, кто следует за Богом, проживает жизнь, вот, которая будет тоже запутанной. Не всегда все будет понятной. На... Да, телефончик. Уже все надо заканчивать. Да. Надо заканчивать. Бог тоже работает в нашей жизни, как в жизни Иосифа, чтобы сделать нам благо. Ребята, нам нужно не завидовать, нам нужно разбираться с грехами, разбираться их на уровне разума. Вот. И... Но Бог, он царствует. Вот. И Библия говорит, любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Бог готовил Иосифа. Бог позволил ему страдать. Бог позволил ему пережить боль, предательство братьев. Вот это время, когда он был в этой яме страшной, да, и когда братья тут же пировали. Я не знаю, что он чувствовал. И ему, конечно, можно было, знаете, впасть вот в это состояние, знаете, как синдром жертвы. Вот я жертва. И потом жить с этим синдромом еще десятилетия или столетия. Некоторые люди живут с такими синдромами. С ними произошло что-то 10 лет назад или 20 лет назад. Они до сих пор считают, что моя жизнь сегодня такая, потому что вот 20 лет, 10 лет назад что-то произошло. Кто-то что-то сделал, кто-то что-то сказал, так повернулся и так далее. Вот что мне нравится с Иосифом, вот он не страдал синдромом жертвы. Конечно, ему было больно. Конечно, ему тяжело. Но мы видим, как он продолжает жить с Богом, продолжает служить, продолжает жить святой жизнью. Вне зависимости от того, что его братья предали, да, его Бог не предал. И он ходит перед Богом своим в чистоте. Мы это будем читать, когда мы будем читать его дальнейшую историю. Поэтому будем ли мы идти за Богом, несмотря ни на все, что с нами происходит. Непонятные обстоятельства, запутанные трудности, которые приходят в нашу жизнь, да, предательство людей, предательство самых близких людей. Буду ли я идти за Богом дальше? Буду ли я верен Ему? Буду ли я дальше уповать на Него? Выбор за каждым из нас. Аминь. Спасибо тебе, Иисус, за сегодняшний день, за служение, и за эту историю Иосифа, которая, я уверен, она должна многих нас научить, научить нас о том, что ты суверенный Бог, и твое провидение, оно контролирует ход истории. Я молю тебя, Господь, чтобы ты направлял и вел нас за собой. Я молю тебя, Господь, чтобы, если мы, может быть, сегодня что-то не понимаем в своей жизни, о том, что происходит с нами, вокруг нас, с людьми, которые, Бог мой, я знаю, что ты работаешь с нашими сердцами, ты хочешь вытаскивать из нас всякие несправедливые вещи, неправильные, Господи, грязь души нашей, очищать ее от этого. Благослови нас, Господь, благослови, чтобы мы не завидовали. Благослови, Господь, чтобы мы научились радоваться с радующими и плакать с плачущими. Благослови нас, Господь, чтобы мы ходили в святых отношениях с тобой, Господь, и были святыми на этой земле. Господи, не превозносились над людьми, Господь, учились прощать друг друга, как Иосиф простил своих братьев, Господь. И потом их семья воссоединилась вместе, они стали вместе опять однажды близкими, Господь. Ты дал возможность произойти этому соединению. Я уверен, что сегодня многие наши разрушенные отношения могут быть восстановлены от тебя. И ты можешь дать помощь, Господь, восстановить разрушенное. И я молю тебя, дай нам быть сильными, как Иосиф. Дай нам, Господь, продолжать верить, продолжать уповать на тебя, продолжать жить в святости, продолжать искать лицо твое, продолжать творить твою волю. Вне зависимости того, понимаем, что с нами происходит, почему, что с нами в нашей жизни происходит. Господи, помоги нам быть верным тебе. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава нашему Господу. У нас есть объявление. У Вадима есть объявление. Да, давай. Аминь.